В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы будем иметь преимущество молиться по тем просьбам, которые пришли к нам на передачу, иметь преимущество размышлять над Словом Божиим и, конечно же, познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя. И предлагаю в самом начале обратиться к Господу и попросить у Него благословений. Помолимся. Любящий наш Господь, мы еще и еще раз благодарим Тебя и за этот день, который Ты нам подарил, за наступившую субботу. Мы очень благодарны Тебе за возможность сегодня в этой студии свидетельствовать о Твоей любви, о том, что у нас есть любящий Отец, который слышит все наши молитвы и знает наши помышления. Сегодня мы можем свидетельствовать о том, как Ты отвечаешь на наши просьбы, на наши молитвы. И мы просим Тебя, чтобы Дух Святой сегодня присутствовал здесь, чтобы все, что будет сказано в этой студии, было только для Твоей славы, потому что только Ты, один любящий Бог, достоин поклонения, хвалы и чести. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, мы в прямом эфире. Прямо сейчас Вы можете написать Ваши молитвенные просьбы и слова благодарности нашему Богу внизу под этим видео в строке комментариев. Также Вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы прочтем их в прямом эфире и передадим обязательно в наши молитвенные группы. И еще, если Вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у Вас есть молитвенный опыт, которым Вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением и для нас, участников, и для тех, о ком мы молимся. Ну а сейчас пришло время представить гостя нашей передачи Уда Яновича Соколовского. Уда Янович, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Рад, что Вы согласились прийти к нам и поделиться своим опытом и молитвами, но вообще и жизненно. Это мое преимущество. Спасибо, что пригласили. Слава Богу. Но прежде чем Вы поделитесь опытом, может быть, есть кто-то из зрителей, кто Вас еще не знает. И хотелось бы немножечко вот как-то познакомить их с Вами и задать несколько вопросов. Хорошо? Хорошо. Где Вы родились и как давно Вы проживаете здесь, в Сакраменто? Родился я в Риге, в первой городской больнице. Даже в больнице? Да, в 1955 году. Это еще в том веке. А здесь, в Штатах, мы живем 20 лет. Ну, получается, да. Уже в этом веке. Да. Уже в этом веке, да. Ну, наверняка уже освоились. Ну, да, мы чувствуем себя как американцы. Хотя, конечно, если что касается языка, то акцент остался. Тот прежний. Ну, как для меня, так акцент это ладно. Главное понимать и свободно выражать свои мысли. Насчет того, чтобы понимать и передать мысли, это все в порядке. Расскажите немножко о своем детстве. Вы родились в семье верующих родителей. Так? Известны. Ну, для нас, адвентистов, того поколения, того века. Ваших родителей хорошо все знали. Но вот скажите, пожалуйста, как вы сегодня можете оценить молитвенную жизнь ваших родителей, когда вы были маленькие? И как это сказалось, ну, на вашем жизни, на вашей молитвенной жизни? Вы знаете, Сергей, я думаю, что не только для меня, но для каждого ребенка родители остаются вот этой моделью, примером. И если родители не молились, то должно произойти большое чудо, чтобы молились дети. Мои родители были молитвенниками. И, скорее всего, что их научили их родители. Потому что я помню, что она с братом, наша сестричка уже родилась не в Латвии, когда мы приехали на Украину, в Кировоград. А там мы росли вдвоем, с братишкой, с Даумандом. За нас молились наши бабушки, мамина и папина. И они нас учили молиться. И вот это осталось. И, конечно, мамы молились, и мы вместе молились. Так что мы как-то росли вместе с молитвой. Так традиционно вы всегда собирались вместе, с семьей, молились, встреча субботы и так далее. Ну, мой дедушка пастор, вот мамин отец. И это многое определяло. Ну, что я особенно помню, это в пятницу, когда мы собирались вместе, встреча субботнего дня. Потом это было богослужение в субботу утром. И праздничный обед. Это запомнилось с детства. Это было особенно. И праздничный обед, это обязательно была белая скатерть, это было столовая с серебро. Самое лучшее, что может быть, стол украшен цветами и что-нибудь обязательно вкусное. Вот это как бы вместе, не скажем, с молоком матерью, с этими обедами, с субботним проведением субботнего дня, это вошло и осталось чем-то очень дорогим. И я думаю, что, во всяком случае, мы это старались передать своим детям. И вот вы смотрели на ваших родителей, все, молитвенная жизнь ваших родителей, это была ваша жизнь, да. Но вот наступает же момент у детей, у подростков, может быть, у молодежи, когда что-то меняется, вот как-то так раз, и приходит осознание. Бог, вот Бог, вот Он рядом, Он не просто великий, но Он рядом, Он меня защищает, Он меня ведет. Вот когда пришло вот это вот осознание яркое какое-то, в каком возрасте? Мне это пришло во втором классе. Я учился в Риге, в специальной музыкальной школе при консерватории. И надо было ехать, мы жили в Юрмале, это Рижское взморье, и надо было несколько остановок ехать на электричке. Вот я проезжал утром на вокзал, и тогда еще не было подземных переходов, были эти зебры. Вот, и если кто был в Риге, то вы знаете, что там как раз перед вокзалом большая площадь. Такси, люди, беготня, все такое, часы с левой стороны в то время были. И вот, когда я выходил из электрички, я пробегал через эту площадь, и дальше там несколько кварталов надо было пройти, по-моему, один или два квартала до моей школы. И как раз тот день дежурила девочка, которая мне нравилась, Жанетта ее звали. И вы торопились, да? И я торопился, и очень торопился. И я пробегал между этими людьми, вот еще один человек остался, и вот я уже перед собой вижу зебру. Ну, я так, вот этот переход, да. И в этот момент я слышу, что меня кто-то зовет, прямо по имени Удо. Я останавливаюсь и поворачиваюсь и смотрю, и никого не вижу. И именно в этот момент, перед самым носом, наверное, на расстоянии вытянутой руки, и пролетает машина, такси, она скрипит тормозами, пытается вывернуть куда-то в сторону, но это на скорости. И я понимаю, что Бог меня в этот момент остановил. И потом я это рассказывал, как раз бабушка у нас была, и бабушке рассказывают, что вот такое случилось. И бабушка очень внимательно меня выслушала, потом говорит, ты знаешь, это Бог тебя звал. И она мне рассказала, что молитесь о том, чтобы ваши имена были написаны на небесах, мы вместе с ней молились. И для меня это осталось такой примерно всю жизнь, что Бог меня знает по имени. И тогда, когда надо меня звать, или остановить, или пригласить, он это делает. Ну, и с другой стороны, мы с вами говорим, потому что он меня позвал в тот момент. Да, да, это же доля секунды. Да. Мальчонка мог выскочить, вот вы могли бы выскочить, и все. Да, и эта машина уехала, и люди меня обступили, ты вщупали, и ты живой, и все хорошо. Другие ругались, как это можно, и так далее. Людям даже показалось, что он мог вас зацепить, да? Нет, это однозначно. Там был один шаг, и я был бы на небесах. Да, вот так вот получается, в втором классе, да? Да, это был один из таких первых опытов, когда я понял, что Бог находится рядом. И всю оставшуюся жизнь, вот этот вот случай, я смотрю, сохранился. Да, потом были и другие случаи, много разных случаев. И это подкрепляло вашу веру? Да, да. Хорошо, вот интересный случай детский, да? По имени, Бог знает меня по имени, мне понравилось это выражение. Хорошо, спасибо большое, Удаянович. А какой молитвенный опыт вы приготовили вот на сегодняшний день, на сегодняшние наши встречи? Ну, у меня есть ряд опытов, которые я мог бы рассказать. Но поскольку здесь была, как раз мы смотрели просьбы молитвенной об исцелении, я хочу рассказать о том, как Господь исцеляет. Это было конец 90-х. Я был пастором в Минске. И в то время в церковь пришли очень много людей из мира. И была молодая семья, семья Серафиновичей. Его звали Александр, его звали Рита. Они были мастерами спорта, они закончили ФК, Минский, институт культуры и физкультуры. Он был акробатом, она была гимнасткой. Замечательные люди. Их пригласили на работу и направили в Солигорск. В Беларуси есть такой городок, в Солигорске, там шахты под низом, вот это минеральное. И в принципе они были активные миссионеры, их знали в этом городе. Но случилось так, что девочка их, Ангелина ее звали. Ангелиной? Ангелин, по-моему Ангелиной. Хорошо. И она заболела, она заболела и легкие наполнялись жидкостью, да. Врачи ее поместили в больницу, потом поместили в отдельный бокс, пытались откачивать эту жидкость, ничего у них не выходило, не получалось. И они сказали родителям, что они будут включать от аппарата. И сколько лет было ей? Ей было два годика. Два годика девочка. Да, Ангелина Серафиновича. И тогда Иван Иосифович Островский, который был президентом нашей конференции, попросил меня, чтобы я взял пресветированный, поехал туда и помолился. Чтобы совершили молитву, прежде чем они будут включать этот аппарат. Я помню, это была суббота, после служения поехали со мной Виктор Никитович, Лида, моя супруга и, по-моему, Андрей Довгель. Он был пресвитером. И Виктор Никитович тоже был пресвитер. И мы поехали в Солигорск. Это очень интересный такой город. Вы были в Солигорске? Да, конечно. Были, да, тогда вы знаете эти отвалы, эти шахты. Да, да, да. И когда ты едешь, такое впечатление, что ты где-то на Донбассе. Да, очень интересно. В общем, мы едем туда, приезжаем, и нас встречает Саша и Рита, оба заплаканные, около больницы. Там еще люди какие-то были. Выходит главврач и говорит, ну что, совершаем миропомазание. Я говорю, вы знаете, мы приехали не совершать миропомазание, что православное имеет в виду отпевание уже. А мы приехали совершать елеепомазание для исцеления. Ну, он очень скептически на это посмотрел, но ничего не сказал. Хорошо, говорит, вы служители? Я говорю, да, я служитель. Тогда проходите. А у меня как раз в руках Библия, и я говорю, что... Вы знаете, в Библии написано, открывая пятую главу послания апостола Якова, и говорю, что здесь написано множественное число. Если кто болеет, пусть призовет пресс Витти Роллс. Я верю в буквальное исполнение Божьих обетований, поэтому я это делать один не могу. Я могу делать только с кем-то. Ну, выберите, кто пойдет с вами. Ну, я пригласил с собой Виктора Никитовича. Можно было только одного взять? Кацела, да, он сказал одного. А почему так? Я сейчас объясню. Вот эти интересные моменты. Я в этот момент, когда я помню, посмотрел на небо, и оно такое голубое, и что-то такое чувство, что это глаза Бога, что Господь смотрит на меня оттуда. Но сказать, чтобы вот такая вот вера была, вот я наполненный верой, ничего этого не было. Просто вышли исполнять, что должно сделать. У меня было специальное масло, которое привезли из Израиля, такое ароматное. Для этих целей я его использовал. И с Виктором Никитовичем мы пошли в середину. Почему нельзя было, оказывается, она лежала в большая комната, больше, чем это было. И в этой комнате постро... Ну, она намного была больше, такой зал круглый. И в этой комнате построенный бокс. Отдельный как бы маленький домик, со всех сторон в окнах стекла такие большие, изогнутые стекла. И вот в этом боксе лежала кроватка. И на этой кровати была она. Вся в трубочках. Маленькая такая, несчастненькая. Да. Прежде чем зайти туда, нас одели как космонавтов. Одели на голову что-то, маски, бахилы на ноги. В общем, укутали все. И единственное, я сказал, что мне нужно будет, чтобы у меня правая рука была свободна, потому что маслом надо будет помазать. И тогда мне эту руку обработали, все такое. Ну, взяли мы Библию, пошли с некоторым Никитычем, склонили колени. Мы зашли в бокс. А, еще что не сказал. Когда мы зашли в это большое помещение, вдоль стен стоят медперсоналы. Много. Я не знаю, до ста человек, наверное. Ого. Но это же не те, которые следили. Это просто собрались. Я понимаю, что они собрались посмотреть, что будет происходить. Очень много было людей. Я не скажу точное число, я могу ошибиться. Но было много. И нас провели туда. Виктор Никитович приветствует всех. Вот интересный характер у него был такой. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вы пришли на... Он мне сказал, на большое представление. Вы пришли, чтобы увидеть чудо Божие. Он с верой пришел. Да, у него эта вера есть, которая прямо изливается. Вот я как-то вот в себе это не нахожу. Такое вот, чтобы внутреннее было возбуждение. Просто... И когда мы склонились и молились там, он молился за грехи, я молился за исцеление. И в этот момент... А, открыли Библию, прочитали стих. Я беру вот этот флакон, там такая вот маленькая типа тарелочки была. Я макаю пальцы и слышу, кто-то мне дышит в затылок. Я оглядываюсь, а это главврач. Так наклонился над нами. А и смотрит, что это там. Да, что же это происходит. Что это происходит. Ну, и я помазал лобик и правую ручку этой девочке. И в этот момент она открыла глаза. Она была без сознания. Уже что-то включать хотели. Да. Она... Открыла глаза. Она... Получается так. Она что, пришла в сознание или что? Да, да. Она... Нет, она не пришла. Позже я понял, что это... Она не пришла в сознание, но она... Она открыла глаза. Просто открыла глаза. Просто открыла глаза. Она даже не посмотрела. Просто открыла глаза, и она закрыла их потом. Ну, у меня, конечно, ёкнуло сердце, что в этот момент ребенок открыл глаза. Закрыл, мы помолились. Все, вышли оттуда. У меня такое какое-то чувство чего-то незавершенного. А Виктор Никитович, он подходит к каждому, измёт каждому руку. Вы присутствовали... В этом скафандре. Да, да. Вы... Ну, он снял свою эту перчатку. Вы присутствовали при величайшем чуде, которое Господь сотворил и так далее. Ну, и когда мы ехали домой, это был такой... Такой душевный подъем был. Мы пели псалмы, вот в машине ехали. Что-то вот вы почувствовали. Это не только от этого взгляда. То есть, что она открыла глаза. Что-то произошло внутри. Да, да. Это даже был не этот момент веры, а радости. Радости, что вот какая-то радость наполнила... И она как бы не была связана с тем, что произошло. Просто вот какая-то радость, что Бог это исполнил. Через неделю его выписали из больницы. Она сейчас мать, по-моему, одного или двух детей, жена пастора. Слава Богу. Да, я ее знаю. Встречались, видел. Но я не знал, что вот такое произошло с ней. Смотрите, знак. Бог дал знак такой. Раз, открыла глаза. Может, это как раз Виктор Никитича как-то вот и, может, вдохновило, что он сказал, что это чудо. Ну, конечно, сложно определить. Виктор Никитич вообще был молитвенником. Когда я был пастором Минской церкви, у нас было несколько опытов с ним. Это вот был не единственный. Когда прямо, вот, можно сказать, с смертного ложа Господь поднимал людей. Я был свидетелем этого. Я просто присутствовал. И я понял одну очень важную истину. Я никто. Я ни при чем. Исцеляет Господь. В Библии написано «Призовите присвятеров и пусть они это сделают». Они исцеляют? Нет. Исцеляет Господь. Очень часто бывает так, что мы боимся за кого-то молиться. Потому что, а вдруг Бог не исцелит? И как это воспримут меня? А как это воспримут Бога? Ну, это как... Это служители, может быть, боятся молиться? А я кто? А я кто? И что у меня? Погоны. Бог сказал это делать. Я это делаю. Если Бог при этом исцеляет, слава Ему. Если Бог не исцеляет, а я это делаю, слава Ему. Потому что это Его путь. Я просто делаю то, что Господь мне поручает. И когда вот это я понял, и позже... Да, были и другие опыты, когда Бог исцелял и поднимал прямо с смертного ложа. Были такие, что... И не Боисцеление, да? Но я понял одно, что ты просто должен делать то, что ты должен. А исцеляет Господь не ты. Ты к этому отношения не имеешь. Да, и я почему-то думаю, что многие, кто сейчас смотрят нас, вот, и кто знает вас хорошо, наверное, хотели бы тоже какой-то вопрос, может быть, вам задать, или что-то услышать от вас. Ведь вот там, вы сказали, у вас есть много опыта, когда Бог через вот эту молитву, Он исцелял, а кого-то и не исцелял. Но в вашей жизни же произошло, ну, событие, когда не вы уже молились за исцеление, а вас молились за исцеление. Можете буквально несколько слов сказать вот о себе, вот что произошло с вами, если это не трудно? Да, да. В 2018 году, в 2018 году, когда мы уже жили здесь, в Сакраменто, мы уже долгое время здесь жили в Соединенных Штатах, мне определили онкологию. Причем запущенной стадии. И когда я прямо у врача спросил, я говорю, доктор, мальчик взрослый, вы можете мне прямо сказать, сколько мне осталось? Он мне сказал, осталось два месяца. Если, ну, он не так прямо сказал, что мы полагаем, что-то может стянуться два месяца. Может быть, больше. Но если вы что-то будете делать. Вот. И тогда первое что-то, конечно, когда ты болен, и причем болен такими болезнями, то это первое желание – это скрыть. Но у меня был опыт молитвы. Скрыть от родных? Вообще скрыть, ну, от чужих людей, да. Ну, кому, с кем ты будешь делиться? Я болен. Я болен раком. А у меня было такое другое побуждение сказать всем, кому я могу, чтобы обо мне молились. И обо мне начали молиться. Я знаю, что даже вот те, которые, может быть, сегодня слушают, они тоже молились обо мне. Потому что у меня много друзей. И не только в адвентийской церкви. За меня молились и баптисты, и пятидесятники, и католики. Я знаю их поименно, и православные, и другие. И, конечно, вся наша церковь молилась. Да, и не только здесь церковь, но и не только в Беларуси. И потому что мы были в России, мы тоже молились. Да, да. По всему миру. Те, которые знали. И те, которые не знали, друзья и друзья друзей, узнавая от своих друзей. И поэтому это был отвеченный опыт на молитву. Это было в восемнадцатом году. Два месяца. Сегодня двадцать четвертый год. Двадцать четвертый. Да, это вот, это же где-то приблизительно пару месяцев вот туда-сюда. Вот это как раз получается шесть лет. И самое интересное, что когда Господь даровал мне исцеление, мне доктор спрашивает, два врача, они не имеют права вообще-то об этом говорить так. И он спрашивает, вы молитесь? Вы много молитесь? Я говорю, ну я пастор, я молюсь, конечно. Вы знаете, что лекарства и медикаментозное лечение это сделать не могли. Вас исцелила молитва. Это чудо. Да, еще такой момент, что меня направили на радиацию, радиологическую, чтобы это убить. Облучение, да. Да, и когда проверили меня, сделали скрин, оказалось, что это нельзя делать, потому что у меня были метастазы во всех костях. Ого. Да, и они были черные, сказал просто, что я не могу это делать, это сразу вас убьет. Вот поэтому мне не делали ни операцию, ни подкапельницей химии, ни это самое, а именно исцелила молитва. Да, конечно, потом был реабилитационный период, потом были люди, которые меня восстанавливали. Была замечательная женщина, Людмила Батрончук, которая вместе с нами, со мной, и с Лидой проходила этот процесс реабилитации. Вот. Но факт остается в том, что исцелил Господь. Да. Да, и аминь, это чудо, и сам врач об этом сказал. Ну, Уда Янович, скажите, что чувствует человек, которому Бог просто подарил еще жизнь. Сколько лет, ну, нам это неизвестно, это одному человеку было известно, Изекии, 15 лет, да, вот. Что вот чувствует человек, который вот, вы же понимали, что вы умираете. Я не только понимал, я это чувствовал, потому что я находился в таком состоянии, что я не мог двигаться, я лежал, меня переворачивала жена в постели. Причем было такое интересное чувство, что были страшные боли, я мучился, и в этот же момент было какое-то состояние, что я стою рядом, смотрю на себя со стороны, да, и у меня просто такой спортивный интерес, я доживу до утра или нет. И вот этот второй, который я наблюдал, ему было это все равно, абсолютно все равно, как по телевизору. Спокойно, какое-то внутреннее спокойствие. Нет, это было какой-то раз, я мучился, от боли, да. И вот этот момент, я это называю для себя, назвал раздвоением личности, я не знаю, как это называется. Но это не личность, но какое-то раздвоение. Это было раздвоение, это было серьезное раздвоение, и я через это прошел, так что я знаю, что это такое. Господь меня оттуда вытащил. Что вы чувствуете сейчас, вот вспоминая, я понимаю, что непросто, я извиняюсь, что задал этот вопрос, но что вы чувствуете, когда Бог просто подарил вам жизнь? Вот что чувствует человек? Благодарность. Благодарность. Отношение с Богом переходит на какой-то другой уровень, я не знаю. Я был пастором, но когда я прошел через это, очень сильно что-то изменилось. Можно говорить разное, но я просто скажу, вот это основное, что ты чувствуешь присутствие Божие, и ты с Ним просто можешь разговаривать. И Он продолжает совершать эти чудеса, ты просто с Ним разговариваешь, ты просишь с Ним, и ты знаешь, что Он отвечает тебе на твои просьбы. Буквально пару недель назад я ехал домой, это другие чудеса, это из другой совершенно оперы, но Господь совершает чудеса, когда я сижу за рулем. Это для следующей встречи. Спасибо большое. Вы каждый день помните, что Бог вам подарил жизнь. Слава Богу. Спасибо, очень яркий. Слава Богу. Опыт очень яркий. Спасибо большое. Друзья, уверен, что не ошибусь, сказав, что каждый из нас испытал на себе тягость болезней. Все мы понимаем, что болезни — это последствия греха на нашей планете. И понимаем, что болеть всегда плохо, даже если хочется пропустить школу или работу. Но разве не согревает вас мысль о том, что в борьбе с болезнями мы в преимуществе по сравнению с поколениями, которые жили несколько столетий ранее. Ведь сегодня, смотрите, мы имеем не только народные методы лечения. Сегодня медицина достигла очень высокого уровня, и мы можем пользоваться ее услугами. Заболела голова, желудок или что-то другое — не беда. Есть множество разных таблеток. Потянул мышцу — не проблема. Есть множество мазей и пластырей. Друзья, а не кажется ли вам, что вот эти преимущества, которые нам подарил Бог, могут сыграть с нами злую шутку, если мы во всем этом не будем замечать милость нашего Творца? О чем-то, Сергей, спросят некоторые. Отвечу вопросом на вопрос. Как часто вы молитесь перед тем, как выпить таблетку или наложить пластырь? Может быть, звучит странно, но ведь над всем этим должен стоять Бог? Молитва для многих из нас естественна, когда мы встречаемся с серьезной болезнью. Но разве не должна она, молитва, быть всегда в начале? Библия говорит, что целитель — это наш Бог, даже если победу одерживает иммунная система человека. И в послании Иакова, как сегодняшний наш гость вспоминал, мы находим главный рецепт выздоровления. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть, что они сделают? Да, помолятся. Всегда ли приходит исцеление, если со своей стороны делать все правильно и даже призвать пресвитеров для молитвы или помазания? Нет, не всегда. Об этом как раз говорил и наш гость. Но ведь искренняя молитва всегда приближает нас к небесному Папе. Разве не это главное? И разве не главное то, что наши молитвы показывают наше согласие на Его волю и Его планы относительно нас? А вы сами что обо всем этом думаете? Вы знакомы с теми просьбами, которые пришли к нам на передачу в течение этой недели. Пожалуйста, я прошу вас помолитесь, совершите молитву. Мне так хочется, чтобы у вас то же чувство было, как вы ехали после той молитвы над Ангелиной маленькой. Помолитесь, пожалуйста. Пусть Господь вас услышит. Господь наш и Бог наш. Мы от всего сердца благодарны, что мы дети Твои. мы Твои по праву творения и по праву искупления. Мы Твои, Господь, потому что Ты отдал за нас жизнь свою. И мы верим, Господь, что Ты силен здоровать нам не только жизнь вечную, но и вернуть здоровье, пока мы живем на этой грешной земле. здоровье духовное, здоровье моральное и здоровье физическое. И я прошу, Господь, благослови ответом те просьбы, которые здесь были высказаны и которые были на экране, Господь. Благослови тех, которые взывают к Тебе, чтобы они чувствовали Твое присутствие и получили ответ от Тебя. Не всегда ответы, которые Ты даешь, Господь, совпадают с нашим пониманием, но дай принимать их с благодарностью, потому что Ты для нас делаешь лучшее и даже лучшее, чем мы можем сами представить себе. Я прошу, чтобы мир Твой наполнил каждого из нас и нас всех вместе в этот день субботний. Твой, освященный от создания мира день. О Тебе, великому Богу, пусть будет слава и хвала и сегодня, каждый день до Твоего пришествия. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Большое спасибо и за молитву, и за опыт, даже несколько опытов, с которыми вы поделились с нами и с нашими зрителями. Пусть Господь благословит вас, вашу семью, ваших детей, внуков, и пусть Господь продлит ваши годы жизни для того, чтобы вы могли в дальнейшем прославлять нашего Господа. Пусть Господь благословит и вас, и всех, тех, кто слушали, были с нами. Слава Богу. Дай Аминь. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен Богу и вам за время, которое мы провели вместе. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь в нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. Пусть Господь хранит вас и ваших родных и близких. «Молитва, по Тихоокеанскому» по Тихоокеанскому» «Молитва, по Тихоокеанскому»